Доброе утро, дорогая церковь, дорогие друзья, слушатели! Приветствую вас именем нашего любящего Спасителя Иисуса Христа. Хотел бы сегодня наше утреннее размышление начать с вопроса. Любишь ли ты меня? Этот вопрос задаем мы друг другу в семьях, этот вопрос задают дети наши, мы задаем детям. Этот вопрос задают сегодня знакомые наши, близкие. И этот вопрос может задать нам сам Иисус, как когда-то он задал вопрос Петру и спросил у него, любишь ли ты меня? Что значит любить? Многие люди хотят найти на этот вопрос ответ, но так до сих пор и не нашли. И чем же определяется сегодня любовь? Это факт, и это не просто слова. Вы знаете, когда смотреть на жизнь, на сегодняшние отношения, на сегодняшнее общество, то мы видим много разводов, много конфликтов, много зла, недовольства. Мы видим, как кружится дружба, мы видим, как кружатся семьи, мы видим, как кружатся отношения, мы видим, как делятся церкви. И мы видим, что происходит именно потому, что есть неправильное понимание любви. Любовь. Что же это такое? Это не просто слова. Это определенные действия, которые должны быть подкреплены чем-то особенным, чем-то дорогим. И это и есть любовь. Но чья это любовь? Что же это за любовь? Любовь человеческая, она просто любовь, и она очень может быстро закончиться. Но любовь Божия, она никогда не закончится. И нам, каждому человеку, нужно научиться иметь эту любовь Божию в жизни, иметь любовь нашего Бога. Написано в Библии, Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог, что дал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог». Бог любит настоящей любовью. Любовью Агапы, она жертвенная. Он платил цену. Сегодня мы часто говорим, я тебя люблю, но потом разрушаем все, что есть вокруг отношения, семьи. И дьявол заинтересован в том, чтобы мы просто поговорили и сказали, я тебя люблю. Сегодня жизнь непростая, и мы видим много обстоятельств, где очень тяжело любить. Мы видим, брат пошел на брата, мы видим войны, мы видим печали, гонения, страдания, плач. И в этот момент точно мы можем с уверенностью сказать, что нет любви. Но есть любовь Бога, и Он учит нас любить. Что же значит любить? Любишь ли ты меня? Иоанна 14 глава, 15 стих написано. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Смотрите, любить Бога, это не значит просто сказать, я тебя люблю. Нет, это любить, это служить, это строить отношения, это не убегать, когда тебя обидели, не убегать, когда ты обиделся, не убегать, когда тебе что-то непонятно, не убегать, когда у тебя не такой характер, как у другого. Но принимать такого человека всегда трудно, убежать всегда легче. Это не любовь, это бедство. Но Бог не убежал от нас, Он полюбил, Он заплатил цену. Дорогие, интересно, знаете, у меня есть друг, я могу с ним поругаться, мы можем друг друга не понять, но мне радостно, когда мы можем склонить свои колени и сказать, я люблю тебя, брат и друг, потому что это Бог заповедал сделать. Хотя мы разные, хотя мы не понимаем иногда друг друга, но любовь, она не строится на словах «я тебя люблю», как сегодня часто говорят люди, как сегодня часто говорим мы. Любить – это значит служить, это принять, это стать ниже, это смириться, это уступить, это уйти в сторону, потому что написано «друг любит во всякое время, всегда». Если ты друг, ты не можешь перестать любить, ты не можешь отвернуться и уйти, и начать любить кого-то другого. Если ты любишь друга, значит, ты будешь его любить даже тогда, когда он тебе сделает больно, он может тебя обидеть, он что-то сделает, то, что тебе непонятно. Вы знаете, это великая милость, когда мы понимаем Божью любовь. И здесь написано «если любите меня, Бог говорит, соблюдите мои заповеди». Если ты любишь Бога, то ты слушай его и исполняй то, что он говорит. Это то, что нужно нам, каждому человеку. Если ты любишь ближнего, значит, служи ему такому, как он есть. Если ты любишь друга, значит, служи ему, значит, люби его во всякое время. Легко сказать «я тебя люблю», но трудно полюбить, потому что это действие. Вы знаете, заповедь, соблюди заповедь, заповедь, это, значение этого слова, это митцфот. Это быть, иметь узел, завязанный с Богом. То есть быть в узле с Богом. Узел, который завязан крепко, который невозможно разорвать. Бог говорит, что заповедь это и есть этот узел любви, который предусмотрен самим Богом. Интересно, что если смотреть на жизнь, то крест это как раз и есть хорошая иллюстрация любви. Христос, я, заповедь, исполнение. То есть четыре фактора, которые нам нужны. Христос, это решение всех вопросов. Я должен решить, как говорит Христос, исполнить заповедь. И эта заповедь, она определит мою любовь по отношению к Богу. Иоанна 14 глава 21 стих написано. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Это определил Бог. Так сказал Бог. Тот будет возлюблен отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь к нему сам. Интересно, очень серьезное слово Бога. И очень серьезное определение самого Бога. Если ты любишь, то ты будешь исполнять то, что я тебе сказал. Ты будешь любить меня не словом, а делом. Петр сказал, люблю. Три раза Иисус его спрашивал, любишь ли ты, любишь ли ты, любишь. Слушайте, на третий раз можно устать. Сказать, слушай, ну что ты мне не веришь? Конечно, люблю, не веришь, ладно, я пошел. Но Бог четко говорит, тогда иди и паси овец мой, тогда иди и делай то, что я тебе говорю. Дорогие, интересное определение Бога. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Тот любит меня. Это утверждение самого Бога. Интересно, как Бог говорит, тот будет возлюблен отцом моим того, возлюбит отец того, возлюблю я и буду с ним рядом, буду с тобой и со мной. С любящим человеком рядом. Не с тем, кто бежит, не с тем, кто предает, не с тем, кто отворачивается, не с тем, кто просто переживает, но сам. Не решая этот вопрос, Бог говорит наоборот. Если ты делаешь то, что я тебе говорю, тогда ты будешь возлюблен отцом моим и я возлюблю тебя лично и буду с тобой. Дорогие, пусть нас Бог благословит, чтобы мы не перепутали в жизни ничего. Чтобы мы учились любить и не просто любить языком, а делом. То есть служа, служа, делая то, что говорит Бог. И это будет огромное благословение, потому что сам Иисус будет с нами рядом и Он определяет нашу любовь по отношению к Нему, нашим действиям. Будьте благословены, пусть Бог благословит. В примирении, в любви, в милости следовать за Ним, служа друг другу именем нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.